20 марта для самых активных студентов вузов и СУЗов открылась возможность в формате диалога на равных пообщаться с мэром Омска Оксаной Фадиной. Встреча дискуссионного клуба состоялась в Омском государственном техническом университете, а темой разговора стал маркетинг территорий. Мне почему-то сегодня весело, почему? Потому что я очень рада, правда, искренне хочу сказать с вами сегодня повстречаться, объясню основную мысль. Была большая идея с вами поговорить и задать вектор действительно диалога. Это маркетинг территории. Почему? В этом направлении я учусь, делаю первые шаги. Безусловно, направление такое, как маркетинг территории, сегодня является, ну не хочу использовать слово тренд, но где-то близко к этому, на самом деле такая серьезная не проблема, а дискуссионная тема для любой территории. Будь то поселения и заканчивая такими городами, как даже Нью-Йорк, Лос-Анджелес, эти города большое внимание уделяют и продолжают этому уделять с точки зрения маркетинга территории, постоянно не стоят на месте. И мне кажется, для нас с вами это очень актуальная тема. И второе, что, собственно, нас мотивировало и очень захотелось с вами именно на эту тему поговорить, мне очень не нравится, когда пишут стратегию, говорят, что нужно людям. Потому что стратегия – это совместное соглашение относительно образа будущего. Кому, как не вам, жителям города Омска, такой удивительный кобортик, именно молодежи, рассказать, что бы вам хотелось с точки зрения развития той местности, где вы живете. Ежедневно в Институте военно-технического образования проходит более тысячи студентов, обучаются. И мой вопрос связан с питанием. Получилось так, что около трех лет назад у нас закрыли единственную точку, где студенты могли питаться. С тех пор не получается ее открыть. Я буду заниматься этим вопросом, если Никита и Дарья будет присутствовать на рассмотрении этого вопроса, всецело и детально его изучали. Договорились? Договорились. У Анаполи Владимировича нет возражений? Договорились. Скажите, пожалуйста, какие планируются мероприятия по зелению города в ближайшее время? Помните такое печальное словосочетание? Было город сада, потом стали долго называть город Пепель. Почему это произошло? Массовые высадки были в 50-х годах. Все зеленки, ну в основном действительно это были по полям. И как и во всех, ну с точки зрения агрономии и культурах, есть определенная история, жизненный цикл. Реинвестиции с точки зрения жизненного цикла благоустройства. Ну собственно это нужно было там каждые 3-4 года заниматься восстановлением, подсадкой. Тот федеральный проект, который сегодня работает, он работает третий год. И второй год всего лишь мы работаем в рамках этого проекта с точки зрения зеленки, да, вот развивая проекты комфортной городской среды. Поэтому, конечно, нам это финансирование очень помогает. Общественные территории, окружные территории. Ну и в рамках муниципального задания с 2018 года, так скажем, KPI для управления дорожного хозяйства и благоустройства подувеличили. Поэтому вы можете, наверное, увидеть и на левом берегу, и на правом берегу, мы постоянно высаживаем деревья. И еще что, еще немножко усовершенствовали технологию. Проблема была какая? Высаживаем корни, им надо приживаться, нужен хороший полив, нужен системный полив. Обратите внимание, в прошлом году мы купали технику дорожно-строительную, да, и связанную с городским хозяйством. Там у нас было несколько поливочных машин. Очень важно не просто посадить, но и отлить эти корни с периодически такой вот системной, скажем так, системным уходом. Вопрос, даже предложение, я сказал, почему бы не развить бренд города Омска как культурную столицу Сибири? С точки зрения маркетинга территории, если кто-то этим не увлекался, но хочет почитать, советую, почитайте. Очень интересное направление. Есть четыре блока, которые формируют ценности города. Вот, одно из них это действительно достопримечательность. Вопрос в том, что, смотрите, я мысленно беру большой ванну, большой ванну, беру хломастер, делю на четыре поля, рисую достопримечательности. Вот с моей точки зрения, я могу их одни написать, и их очень много. Когда вы нарисуете каждый этот ванну, четыре сектора заполните, согласитесь, получается некая каша, да. Мы должны выбрать что-то такое, что для любого иногороднего человека, глядя на тот или иной атрибут, цвет или еще что-то, это было бы Омска. Ну, то есть мы не можем перечислять с вами много. Вот к этому нам надо прийти. И это не просто бренд. Там нужно будет несколько тематических сессий для того, чтобы просто мне помогли вы, студенты, может быть, взрослые люди, просто определиться, что есть в городе Омска в системе координат, я бы сказала, не побоюсь этого слова мира. Студенты долго не отпускали Оксану Николаевну. Молодых людей интересовали вопросы улучшения экологии и молодежного творчества, каким видит мэр Омска символ нашего города, где любит проводить свободное время. Оксана Фадина постаралась ответить всем. Мне понравился формат, формат вот именно диалога на равных, потому что нечасто удается поговорить с градоначальником в таком формате. Многие участники задали вопросы, которые волновали, я думаю, ни одного представителя данного форума, я думаю, некоторые даже свои вопросы оставили, потому что, возможно, у кого-то они повторялись. Конкретно по своему вопросу я хочу сказать, что я остался удовлетворен ответом. Это была очень такая семейная встреча, была такая обстановка, вот просто зарядились оптимизмом, ответили на все интересующие вопросы. Оксана Николаевна просто вот замечательный человек. Мероприятие было организовано Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области совместно с Департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска в рамках национального проекта «Образование». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова